Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о синдроме длительного сдавления или Краш-синдроме. Синдром длительного сдавления, как исходит из названия, это набор специфических расстройств в организме, которые проявляются как такой вариант травматической болезни, был обнаружен в результате того, что пострадавшие были извлечены из-под различных завалов. Впервые он был описан в 1918 году, то есть во время Первой мировой войны, когда французы, освобождая очередной разбомбленный брендаж, обнаружили живого и вполне себе здорово выглядящего французского офицера, который был зажат тяжелым бревном. Он провел в таком состоянии несколько часов, ноги его были такого темного синюшно-бордового цвета, при этом сам он чувствовал себя нормально, то есть был в сознании и активно руководил отрядом по своему спасению. В общем, участвовал. Но как только бревно убрали, у него в течение нескольких минут развился тяжелый шок, от которого он позже и скончался. Далее повторно внимание на этот специфический синдром обратили, когда начиналась уже Вторая мировая война. В частности, много таких случаев было описано при бомбардировках Лондона, когда люди, долго находившиеся под завалами, доставлялись в больницы, и там они либо были в тяжелом состоянии, их, казалось бы, вылечивали, оставляли под наблюдение, дальше они погибали от острой почтной недостаточности. Либо это были вообще люди, которые извлекались из-под завалов, у них не было каких-то видимых повреждений, в том числе внутренних органов, они к врачам либо не обращались, либо довольно быстро уходили из-под врачебного наблюдения, и также у них развивалась типичная картина шока. Похожие исследования проводились и в Советском Союзе. В 1941 году в Лондоне впервые был описан Краш-синдром, в 1945 году в Советском Союзе был описан синдром размножения, который, естественно, является одним и тем же. Причем советские ученые первые обратили внимание на анурию, которая развивалась у этих пострадавших. Далее исследования привели к тому, что действительно этот шок, который возникает у больных, он связан именно с тем, что они долгое время находились под завалами, началось изучение этого вопроса. Сейчас, конечно, никакого секрета в этом синдроме нет. Синдром длительного сдавления хорошо изучен, существуют хирургические методы лечения, методы интенсивной терапии, и также при нем применяются методы экстракропоральной детоксикации. Итак, теперь поговорим о классификациях. Существует синдром длительного сдавления. Классический вариант, когда сдавление происходит каким-то предметом, и синдром позиционного сдавления, когда человек, находясь в коме, в том числе алкогольно-наркотической, или во время очень длинной хирургической операции, если он находится в неестественной позе какой-то, и за этим никто не следит, в этом случае при позиционном сдавлении также передавливаются сосуды, и происходит, в принципе, та же самая клиника. Сдавление предметом может происходить в результате многих происшествий, связанных с обрушением конструкции. То есть это землетрясения, взрывы газа, всевозможные террористические акты, падение чего-нибудь тяжелого, предметы той же мебели во время землетрясения, падение бревен, как из исторического примера, который мы приводили раньше. Либо в результате неадекватно оказаны первые помощи, особенно это актуально в условиях каких-то диких мест, еще более актуально в условиях боевых действий, когда пострадавшим при кровотечениях накладывают жгуты, тут уже неважно по делу или не по делу, да, и дальше жгут не ослабляется длительное время, и пострадавший несколько часов с ним охотится, прежде чем попадает уже в лечебное учреждение. Все мы знаем, что накладывать жгут дольше, чем на нужное время, да, это плохо, то, что жгут нужно постоянно распускать, ну, тем не менее, всякое бывает. Ну, что касается завалов, например, взять тоже землетрясение, статистически указывают, что при таких больших разрушениях страдает также инфраструктура, естественно, переполнены службы спасения, и пострадавшие могут ожидать помощь, даже первую помощь и по 10, и по 20 часов. Известны случаи, когда до пострадавших добирались через несколько суток после того, как они впервые попали под завал. В общем, естественно, процесс будет развиваться. При этом клинически выделяются три степени тяжести данного синдрома. При первой степени, вообще, когда мы говорим, да, о начале данного синдрома, говорим, когда пострадавший находится под завалами час-полтора и более, то есть, если человека только чем-то привалило, да, и вы знаете, что он там 5 минут лежит под этим бревном, можете его смело откинуть, ничего не будет, естественно, не успеют развиться изменения. В случае, если это легкая степень, окрашь синдрома, то речь идет про где-то полтора-три часа, средняя степень – 3-6 часов, иногда до 8 часов, и тяжелая степень – это 6 часов и более, и, естественно, при этом выраженность изменений разная. То есть, при легкой форме пострадавшим уже через несколько дней становится, в общем-то, легче. Олигория у них может развиваться, но проходит довольно быстро. Ну и по аналогии, да, чем тяжелее повреждение, чем дольше находился человек под завалом, тем позже становится. Теперь поговорим о патогенезе. Что, собственно, происходит? Поражающий фактор нам, в принципе, понятен. То есть, предположим, что у пострадавшего, допустим, ногу зажало каким-нибудь тяжелым предметом, зажало на определенном уровне, давайте на голени. Мы сейчас обсудим все в теории, да, потом мы переместимся к пострадавшим и попробуем оказать ему помощь уже, в общем-то, на натуре. Итак, нога зажата, к ней перекрыто кровообращение и в какой-то, ну, очень короткий промежуток времени, да, там, естественно, продолжается процесс жизнедеятельности, как есть, потому что утилизируется кислород, да, глюкоза и вообще все остальные вещества питательные, которые оставались в крови и в тканях. Дальше, естественно, запас этот быстро истощается, какого-то снабжения извне нету, постепенно начинаются анаэробные процессы, начинается предокисленное окисление, плюс еще есть выделение таких довольно опасных метаболитов, которые связаны именно с размножением тканей. Самый такой пример основной, который нам здесь важен, у пострадавших выделяются ионы калия. Один из симптомов данного расстройства – это гиперкалиемия. Как мы знаем, в норме калий находится в клетках, и ему там и стоит находиться, да, потому что именно благодаря этому работают все ионные насосы, и обеспечивается общая жизнительность в организме. В случае, когда ткань разрушена, клетки разрушены, то ионы попадают вместе со всем остальным в межклеточное пространство, попадают в кровоток, дальше с этим будут проблемы. Но пока запомнили эту мысль, это чуть попозже. Итак, выделяются ионы, выделяется миоглобин, это белок – продукт распада мышечной массы, и, в общем, вместе с ними, да, еще некоторые биологически активные вещества. Остальной пострадавший при этом, естественно, испытывает боль. Конечность пострадала, да, то есть есть такой отек, постепенно изменяется цвет. Если кровотечение есть из конечности, то поскольку, ну, грубо говоря, да, наложился жгут импровизированный, благодаря нашему тяжелому предмету, то пострадавший от кровотечения не погибнет в данный момент, да, оно само остановится так или иначе. Но, безусловно, все это жутко неприятно, это парастезия, это ощущение, как будто отсидел ногу только в миллион раз хуже, да, потому что здесь ты не можешь просто взять и поменять позу, чтобы это ощущение прошло. В общем, пострадавшему, безусловно, это все дело не нравится. Но в системном варианте, то есть на уровне до всего организма, ему в данный момент более-менее нормально. То есть геморрагический шок у него не развивается, каких-то системных последствий от выделившихся токсинов пока что нету, потому что кровь перекрыта. И, в общем-то, в чем коварство этого заболевания? В том, что когда мы оказываем ему первую помощь, то есть мы убираем, да, предмет, который подействовал, тут-то и начинается беда, потому что возникает так называемая реперфузия. Реперфузионный синдром, кто интересуется, может возникать в течение сразу быстрого промежутка времени, несколько секунд, может возникать и позже. То есть мы должны понимать, что пострадавшие, мы за ним должны следить долго. Поэтому, безусловно, они все госпитализируются в отделении интенсивной терапии. Там мы за ними очень внимательно смотрим, понимая, что всякое может случиться. Конкретно, что может случиться? Итак, произошла вот эта реперфузия, кровоток попадает, все то, что до этого было сосредоточено в области конечности. В первую очередь нас будут интересовать те самые ионы калия, которые вылетели наружу. И, собственно, в чем с ними проблема? Они попадают в рефлексогенные зоны сердца и влияют на его проводящую систему. Поэтому гиперкалиемия проявляется во многом на электрокардиографии. Безусловно, она проявляется и в анализах. Но сейчас мы пока говорим про, скорее всего, догоспитальный этап. Здесь мы и ЭКГ не всегда имеем возможность снять, если это крупная ЧАЭС. Но про анализ на ионы калия тут только если в какой-нибудь совсем идеальной среде находиться. Ну так вот, гиперкалиемия проявляется прежде всего подъемом зубца Т. То есть, если нарисуем кардиограмму обычно, плюс-минус, вот так она будет выглядеть, то в случае с гиперкалиемией будет, грубо говоря, вот такая картинка. То есть, зубец Т будет увеличиваться, может он даже достигать по высоте желудочковый комплекс. И в чем, собственно, проблема вот этого увеличения зубца Т в том, что сердце рано или поздно может у пострадавшего остановиться. В этом случае, конечно же, мы начнем ему реанимационное мероприятие, но мы должны понимать, что коррекция ионов необходима. Лучше бы ей заниматься, когда пострадавший еще живых. Теперь, пожалуй, все-таки мы нарисуем нашего пострадавшего и попытаемся понять, почему же у него возникает шок. Итак, есть наш человек. Одну ногу, на всякий случай, пометим черным. Будем считать ее пострадавшей. Итак, мы уже обсудили, что здесь скопились всякие разные продукты, которые будут позже нашему пострадавшему вредить. Дальше, когда мы убрали наш турникет или наш тяжелый предмет, все вот это вылетело в системный кровоток. Мы уже обсудили про ионы калия, который вызвал гиперкалиемию. И, опять же, до остановки сердца. Не просто она прям взяла и остановилась. Механизм будет заключаться в том, что ухудшаются ее проводящие функции. И один из симптомов клинических, которые есть, это бродикардия. Бродикардия сама по себе – это плохая ситуация, которая усугубляет нарушение гемодинамики, потому что сердце не так эффективно работает, не способно обеспечивать объем кровотока нужный. Но и попутно мы говорили про биологически активные вещества, которые выделились. Гистамин, бродикенин, всякие разные продукты распределяются по организму. И происходит реакция, грубо говоря, похожая на анафилактический шок. То есть из-за выделения биологически активных веществ в случае с анафилактическим шоком это был результат аллергической реакции. Здесь это результат размножения тканей. Происходит понижение тонуса сосудов. Сосуды расширяются. Плюс повышается их проницательность. Это проницательность. Проницаемость сосудов также повышается. И в результате происходит перераспределение жидкости. Переходит она в межклеточное пространство, в интерстициальное. И, в общем-то, развивается относительно гиповолемия. Один в один, как при анафилактической реакции. Гиповолемия, по идее, должна компенсироваться работой сердца. Работа сердца у нас нарушена ионами калия. Это все будет усугублять течение шока и ухудшать прогноз для пострадавшего. Поэтому без нашей помощи шансы у него, в общем-то, небольшие. И третье вещество, которое мы тут упоминаем, это вот так вот черточками их отметим. Это миоглобин. То есть, это такие, да, осколки, останки мышечной ткани, которая была разрушена. Естественно, чем больше ткани размножено, тем больше его будет выделяться, в том числе одномоментно. Они имеют два влияния. Во-первых, это вообще, да, в принципе, среда, которая здесь вызывается, она кислая. То есть, там, в том числе, продукты окисления, которые недоокислены. Они вызывают смещение ЭПАЖ в кислую среду, вызывают метаболический ацидоз, который необходимо будет также корректировать. Кроме того, эти продукты вызывают токсическое поражение внутренних органов, в том числе легких. При этом развивается синдром остро-дыхательной недостаточности. Но миоглобин нам еще важен по другой причине. Он, циркулируя в крови, будет стремиться выделиться. Выделяется он через почки. Но почечные клубочки не способны с ним справиться, потому что это крупная молекула, клубочек на нее не рассчитан. Поэтому эти молекулы, они забивают структуры почки, и почка перестает работать. Собственно, мы в исторической справке, да, уже упомянули, что давно заметили, что у пострадавших развивается аннурия. Это, в общем-то, ее механизм. То есть, почки заняты, забиты, да, загрязнены миоглобином. Почки у нас вообще, в принципе, очень нужные органы, да, они влияют на всю жизнедеятельность. Но в том числе, иронично, они выделяют излишки ионов калия, которые у нас, как известно, гиперкалиемия сейчас преобладают. То есть, почка не может никак справиться с гиперкалиемией, поэтому ионы остаются в кровотоке, остаются возле сердца, вызывают нарушения. Шок никуда не девается. Более того, и в принципе, на пике шока почки все равно работают плохо, да, или вообще останавливаются в зависимости от уровня артериального давления. И, в общем-то, образуется такой довольно простой порочный круг, из которого пострадавшему должны мы помочь уже своими действиями. Что же мы будем с ним делать? Итак, поступает пострадавший к нам в больницу. Он требует, безусловно, общего внимания с точки зрения и терапии, и хирургии. В двух словах про местное, да, лечение, местные проявления. В конечности обеспечен покой. С этапа первой помощи мы к первой помощи еще придем чуть позже. И оценивается же неспособность тканей. То есть, сколько времени он там находится, да, хирурги, у них есть специальный набор критериев, по которым они определяют, что будет с конечностью дальше. В случае, если конечность совсем уничтожена, и шансов ее спасти никаких нет, то на ней будет находиться жгут, и он будет на ней находиться ровно столько, сколько нужно, чтобы конечность уже удалили, да, мертвевшие ткани. Ну, а мы сейчас сосредоточимся на остальном человеке. Итак, его, скорее всего, будут волновать симптомы шока. То есть, низкий уровень перфузии ткани, низкое давление. ЧСС может быть высокое, может быть невысокое. Опять же, помним про гиперкалиемию, которая будет нам смазывать картинку. Сознание, может быть, сахаргином может быть нарушено или отсутствовать, опять же, в силу явлений шока. И вполне возможно наличие дыхательной недостаточности. Дыхательной недостаточности мы оккупируем обязательно либо кислородом, либо переводом на ИВЛ, в зависимости от выраженности симптомов, которые есть. Устанавливаем сосудистые доступы и начинаем контролировать вообще ситуацию. Обеспечиваем мониторинг. Пострадавший, естественно, находится в отделении реанимации, либо в экстренной операционной, в зависимости от того, куда и как он был доставлен, и под непрерывным наблюдением. Итак, нам необходимо побороться с тем, что у него скопилось в крови. Прежде всего, мы начнем это делать с помощью инфузионной терапии, но мы помним, что у пострадавшего нарушена функция почек. Кстати говоря, анурия не означает, что мы не должны ставить его мочевой катетер. Наоборот, мы ставим его сразу и начинаем мониторинг диуреза. Более того, реаниматологи знают и поддержат нас, что момент появления мочи, это момент очень радостный для такого пострадавшего и для тех, кто его лечит, поэтому его пропустить ни в коем случае нельзя. Поэтому катетер оставим, за диурезом следим. Итак, поскольку почки в данный момент не работают, нам необходимо перевести его на диализ. Диализ позволит и сам, в принципе, фильтровать некоторые продукты и позволит нам ввести ему инфузионную терапию, такую, какую нам хочется, потому что излишки жидкости будут выходить при этом. Кроме этого, в зависимости от того, что у него есть, конечно же, симптоматическая терапия, если он требуется обезболивающее, вполне вероятно, что потребуется обезболивание, потому что есть пострадавшая конечность. И, конечно же, пострадавшему требуется комплексное обследование, потому что травма может быть неизолированная, вполне возможно, что есть повреждение внутренних органов, плюс сами по себе ткани могут, повреждения ткани локальные, она может сопровождаться перелом, может и не сопровождаться. В общем, мы должны обследовать его вдоль и поперек. И по мере нашего лечения мы проводим ему лабораторные исследования, проводим трансфузионную терапию по показаниям, следим за кислотно-щелочным состоянием. Не только ионы калий нас интересуют, но и все вместе. Боремся с ацидозом с помощью буферных растворов в том числе. И далее у нас наступает либо благоприятный исход, либо не очень. Есть у нас ранний период в данной болезни, это первый, второй, третий день. И далее есть более поздний отложенный период драматической болезни. В случае с первыми несколькими сутками нас интересует острое токсическое поражение, тот самый шок, про который мы говорим, тяжелое расстройство дыхания. Дальше это все постепенно оккупируется. Про инфузию сказали, в случае, если это необходимо. Возопрессорная поддержка обязательно. И далее, за 2-3 дня, благодаря нашей работе, благодаря работе аппарата диализа, в том числе, будут функции, такие гемодинамические функции будут нормализовываться. На более поздней фазе болезни к полиорганной недостаточности, которая частично может быть уже оккупирована, добавляются инфекционные риски. Поскольку пострадавшие в ослабленном состоянии с возможным множественным травмами длительно находятся на лечении. Что касается почек, орган, который нас, в принципе, наиболее интересовал в данном случае. Закупоренные миоглобином они некоторое время не работают, их функцию протезирует аппарат диализа. Далее миоглобин постепенно будет разрушаться, постепенно будет выводиться, и функция почек наладится. Важно отметить, что острую почечную недостаточность ОПН сейчас не выделяют осложнением данной болезни, а ее закономерным этапом. Поскольку миоглобин от размаженных тканей в любом случае выделяется, помимо того, что он забивает канальцы, вызывает еще и токсическое местное поражение эпителия. То есть функция почек, она страдает в любом случае при развитии этого заболевания. Ну так вот, рано или поздно почки начинают восстанавливаться, начинают работать, постепенно анурия уходит, и когда уже самостоятельно работает выделительная система человека, нормализуется. Естественно, при этом прекращается диализ, и, в общем-то, для нас нормальный уровень диуреза – это очень большой, очень хороший прогностический знак, что у пострадавшего будет исход благоприятный. Перенесемся во времени назад в область первой помощи, когда пострадавший еще находится под завалами. И важнейший момент, который необходимо нам обсудить перед тем, как мы, собственно, начнем ему помощь оказывать, это то, стоит ли накладывать жгут или не стоит накладывать. В данный момент исследование литературы, которое мы сами провели, показало, что каких-то стойких алгоритма, да или нет, стойких рекомендаций нет. То есть, есть разные варианты, но доказательная база достаточно такая, скудная, и она сводится к разным клиническим случаям. То есть, у кого-то получилось со жгутом, у кого-то получилось без жгута, все молодцы, и что делать – непонятно. Итак, концепция. Если мы наложили жгут, то когда мы убрали тяжелый предмет, но без проблем пострадавшего транспортируем, все это время поражение в конечности продолжается. То есть, мы заменили один травмирующий агент, другим точно таким же. Поэтому, в принципе, здесь продолжаются все те же патологические процессы. Но при этом не происходит выделение всего этого токсического в остального человека. То есть, пострадавший может оставаться в благополучном состоянии. Другой вариант – это когда мы используем эластичное бинтование. То есть, в момент, когда мы поднимаем предмет, мы начинаем туго бинтовать конечность. Далее, используется холод, используются транспортные мобилизации, в идеале надувными шинами, потому что они обеспечивают такую равномерную компрессию. И что это дает? Конечность в покое, то есть, сильно кровоток ей не требуется. Более того, в холоде уложенная, туго забинтованная, она не готова воспринять в себя много дополнительной крови. Ну, в общем, чем меньше на участке кровотока, тем лучше. Тем самым снижается интенсивность реперфузионного синдрома. Но она не нулевая. То есть, с одной стороны, конечность начала кровоснабжаться, для нее это очень хорошо, да, это шансы на ее выживание. С другой стороны, предметы, вот эти токсичные элементы начали выделяться в системный кровоток. Что из этого лучше? Здесь мы включим наше оценочное суждение, верите ему или нет, тут уж решайте сами, да, мы расскажем такой усредненный вариант. Если пострадавший находится возле больницы, если ему помогают там врачи-спасатели, есть какой-нибудь там вот за углом, там госпиталь, например, палаточная, да, или больница, то вполне возможно, что обеспечив эластичное бинтование, да, и начав ему вот эту, ну, всю такую нашу интенсивную терапию максимально рано, да, мы сможем сохранить ему жизнь и сможем нормально получить доступ к остальной конечности, да, кровь сможет получить доступ, у нас-то он есть. И, в общем, возможно, это повлияет на прогноз благоприятно. Но ситуации бывают такие, что пострадавшие в зоне какого-нибудь крупного ЧАЭС, медработников там либо нету, либо они далеко, и помощь ему оказывают либо такие же граждане, либо спасатели, да, МЧСники, у которых есть только оборудование первой помощи с собой, и они, в принципе, не могут обеспечить никакую терапию пострадавшему, ну, то, о которой мы говорили. В этом случае, если жгут не наложить, то довольно долгое время он будет ехать до больницы, при этом у него вот этот реприфузионный синдром уже начнется и будет в самом соку к моменту прибытия в больницу. То есть тут вопрос, надо ли нам эти проблемы сейчас на до госпитального этапа. Возможно, мы наложим ему жгут, конечности от этого, конечно, будет плохо, но остальному пострадавшему от этого будет хорошо. Поэтому наш вариант такой, да, если вы сомневаетесь, что пострадавший прямо вот сейчас попадет в больницу через несколько минут, то, возможно, сожгутование будет лучше. Опять же, повторимся, это наше мнение. Итак, теперь давайте разберем алгоритм действий при следовательного сдавления на до госпитальном этапе на примере клинической задачки. Какое-нибудь обрушение, и мы в составе службы спасения натыкаемся на пострадавшего, который подозрителен на СДС. Итак, убедились в своей собственной безопасности прежде всего, после этого можем подходить к пострадавшему. Оцениваем признаки жизни, начиная с сознания, спрашиваем мужчины, как дела, кому нам нужна помощь. Предположим, наш пострадавший в сознании жалуется на боли в области правой голени, на одышку, на слабость. В таком положении он просидел уже около трех часов, все болит, ничего не помогает, и он рассчитывает на нашу помощь. Прежде всего, понимая, что, возможно, травмы множественные, понимая, что он пострадал из-за обрушения, наденем ему шейный воротник. Стараемся сделать это так, чтобы его не травмировать больше, чем он уже пострадал. Далее, понимая, что он находится длительное время в таком положении, понимая, что могут быть внутренние травмы и повреждения грудной клетки в том числе, мы должны ему обеспечить кислородную терапию. Здесь мы даже будем не сильно ориентироваться на уровень сатурации. Сейчас у меня, предположим, нет пульса ксиметра, но даже если бы был дать человеку подышать кислородом, это хорошо. Понятно, что в условиях зоны ЧАЭС есть ограничения на использование кислородом, но в данном случае, предположим, что возможно. Далее оценим гемодинамику настолько, насколько это возможно. Мы полный мониторинг здесь не всегда можем обеспечить, в условиях особенно ограниченного пространства. Но, как минимум, мы всегда можем измерить ему пульс и давление. Нашему пострадавшему мы загадали изолированную травму, поэтому будем считать, что давление у него, допустим, 100 на 70 в данный момент. Пульс около 90, гемодинамически он стабилен. Мы устанавливаем ему периферический венозный катетер, и нам будет полезно начать ему инфузионную терапию. Опять же, в данный момент у него состояния шока нет, но оно может начаться, в принципе, в любой момент. Используем для этого переносной штатив. Часто для этого в зонах ЧАЭС можно использовать элементы интерьера, которые мы обнаружим, да, любые швабры, обломки и так далее. Начинаем ему инфузию. Также, понимая, что ведущая его жалоба – это боль, мы можем предложить ему обезболивание. В данном случае Резоном будет предложить ему наркотическое обезболивание, поэтому возьмем 2 куба фентанилы и введем ему их в катетер внутривенно. И продолжим инфузионную терапию. Жалобы у пострадавшего должны стать полегче. Я не убираю с него тонометр, потому что мы всегда должны быть готовы перемерить давление, то есть это у нас как часть мониторинга. Теперь переходим непосредственно к нашей пострадавшей конечности. Для этого нам понадобится жгут, поскольку мы не знаем, сколько времени понадобится на извлечение пострадавшего. Нам понадобится бинт, который мы будем конечность бинтовать после того, как снимется обломок. И нам понадобятся шины. Шины будем использовать надувные, вот в таком вот наборе. У нас, точнее у нашего пострадавшего пострадала голень, поэтому сразу выберем нужную шину с рисунком голени. И надо понимать, что какое-то время может потребоваться спасателям, чтобы сюда прибыть, поэтому я скорее всего захочу их вызвать. Ну, я вызываю по телефону, да, или в зоне ЧС по рации. Объясняем, где мы находимся и какая нам нужна помощь. Нам нужно удалить тяжелый обломок и после этого транспортирует пострадавшего. Пока мы их ждем, буду жгутовать конечность и накрою одеялом нашего пострадавшего. Почему это важно? Потому что... Да, не могу одновременно говорить и накладывать очень громко. Почему это важно? Потому что даже летом, в жаркий день, все равно в завалах после длительного сидения на одном и том же месте может стать холодно. Особенно пострадавшему с травмой, особенно если еще вовлечена кровопотеря, не наш случай, но может быть легко. А если это время любое другое, кроме лета, кроме жаркого летнего дня, то, естественно, пострадавшему неподвижному будет очень сильно холодно. Тем более, он находился у себя дома, то есть вообще неизвестно в чем он находился. Да, он может и в трусах, и без трусов оказаться под завалами. Естественно, теплой одежды у него с собой нет. Так, и на очереди наложение жгута на конечность. Помним, что жгут накладывается на нижнюю конечность максимально высоко к паховой складке, независимо от того, на каком уровне у нас травма. Устанавливаем время наложения турникета и готовимся к снятию обломка. Так, мы приготовились к снятию, спасатели прибыли. В данный момент у нас импровизированный обломок, да, поэтому уберу его самостоятельно. И как только его убирают, нам нужно сделать два действия. Во-первых, нам нужно максимально быстро произвести тугое эластичное пинтование конечности. Обломки чаще всего в этом случае убирают домкратом или пневмоподушками. То есть, это тоже процесс совсем не быстрый. И, возможно, потребуется еще что-нибудь где-нибудь пилить. Конечность может быть размозжена. Могут быть переломы, безусловно. Но может, к слову, и не быть, да, могут быть только ранения мягких тканей. Плюс, возможно, есть какая-то открытая рана. И в этом случае из нее может начаться кровотечение. Ну, поскольку мы жгут наложили, мы этого риска уже, в общем-то, избежали. Касательно жгута, он же нас защищает от жировой эмболии, которая может случаться. То есть, конечно, двигать конечность сломанную сложно, не нужно. Это надо делать аккуратно. Но поскольку сейчас здесь я один, никто мне не помогает, то понятно, что конечность я не совсем могу фиксировать. Она немножко все равно двигается. Ну, спасибо фентанилу. Я думаю, что пострадавший потерпит. Забинтовали конечность. Далее нам необходимо ее зафиксировать. Фиксируем мы ее всю. Здесь нам все-таки, наверное, не хватит голени. Здесь мы будем использовать более длинный вариант шины на всю ногу. Уже мы упоминали, да, что иммобилизация нужна, чтобы обеспечить комфорт конечности. И особенно здесь приятен вариант именно с надувными шинами, потому что я могу их безболезненно, вот так вот расстегнув молнию, подложить под конечность. И, что самое главное, когда я буду ее надувать, она создаст равномерное давление на конечность. Теперь, когда мы готовы, используем специальный насос, чтобы надуть нашу шину. Насосы всегда идут в комплекте с ними. Итак, наша нога иммобилизирована. Пострадавший будет транспортироваться лежа. Обезболивание мы уже провели, но все равно ощущения будут такие себе спорные. И, конечно же, в данном случае желательно транспортировка на щит. На щит я его в одно лицо безопасно вряд ли смогу уложить, поэтому тут, безусловно, я позову на помощь друзей. Итак, мы упаковали нашего пострадавшего на щит. Транспортироваться он, как уже сказали, лежа. Транспортировать его необходимо в первую очередь, потому что основной поражающий фактор, то есть длительность давления, еще не устранено. Ну, а что с ним делать в больнице, мы уже обсудили. В случае, если мы доставим его туда быстро и будем действовать грамотно, прогноз у него довольно благоприятный. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Рассказывайте нас своим друзьям. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok